Ежедневно, день и ночь, несут они боевую вахту, готовы по первому сигналу вступить в схватку с самым непредсказуемым и опасным врагом – огнем. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана России, ведомству 373 года. Пожароспасательная служба. Принято. Приход на выезд. Это центральный пункт пожарной связи. Здесь принимают вызовы со всей Самары. В самые сложные пожароопасные периоды – с апреля по октябрь – количество звонков доходит до 200 в сутки. В мои обязанности входит прием сообщений, высылка сил и средств, координация сил на пожаре, прием информации, сбор информации. Решения должны приниматься молниеносно. Необходимо высылать машины в кратчайшие сроки, потому что сборы и выезд по тревоге должны осуществляться за минуту. С начала года пожарные спасатели Самары совершили свыше 6800 выездов. Задымления, возгорания природные, техногенные, на транспортных средствах, в домах и квартирах спасены сотни жизней. Только начальник караула 89-й пожарно-спасательной части города Чапаевск Виктор Вегер за свой срок службы вывел из огня 15 человек. Разведка в течение одной минуты все это происходит. После этого у меня в подчинении 6 бойцов, 5-6 человек, формируются звенья ГДЗС, отправляются на спасение людей. Мы входим в огонь в аппаратах свежим воздухом, заходим в рукав, ствол пожарный, все, заходим, ищем. В день пожарной охраны чествовали тех, кто отвечает за быстрое реагирование и первыми приходят по вызову 01-1-112. Торжественное мероприятие прошло у памятника российскому спасателю на улице Молодогвардейской. 30 апреля мы будем праздновать 373-ю годовщину образования пожарной охраны России. Пожарный гарнизон в Самарской области насчитывает более 7,5 тысяч человек. И я с уверенностью могу сказать, все поставленные задачи по тушению пожаров, возникающих пожаров, техногенных, природных гарнизон выполняет. Сотрудники ведомства заверили, что будут и дальше стоять на страже и оберегать жителей от огненной стихии. И даже сегодня, несмотря на праздник, почти тысяча человек заступили на дежурство. Ольга Волкова, Константин Головин, Максим Гусев. События.